Пёсик Джек. Волонтёр взволнована, что такие сбои могут повториться. Не всем нашим собакам из домашнего мини-приюта собаки Симашки иногда удается спокойно относиться к текущим условиям. Жара, грохот, дефицит воды, перебои с электричеством, которые лишают нас вентиляторов и вызывают дополнительную духоту. Скудность и ограниченность питания в последнее время вынуждены перейти на экономичный режим. Всё это накладывает свой отпечаток на их поведение, в том числе на наших старожилов. Казалось бы, опытных и ко всему уже привыкших собак. Не знает волонтёр, что именно послужило этим триггером к последним действиям Джека. Но его итоги сильно стреложили Марину Абельдяеву. За несколько часов, пока её не было дома, он просто уничтожил пластмассовый таз, почти весь разломал частично погрызом. У самого одновременно испуганный и виноватый взгляд. Он так никогда себя не вёл, и, к сожалению, это вряд ли было от скуки. И он в последнее время часто был беспокойным, а тут, видимо, уже просто сорвался. Сегодня о днём перевела его женщина в другой, более просторный вольер. А рядом оставила Итана. Его присутствие – бесшабасность. И наглость, конечно, часто выводит других хвостиков из себя. Но как терапия отвлечения от гнетущих будней часто срабатывает. У женщины же самой физически не получается не только, чтобы постоянно находиться с ним рядом, но даже свободные 10 минут на 15 выделить не из чего ей просто. На ближайшую ночь обязательно заберёт парня к себе. Там хоть и собираются уже на ночёвку под 30 хвостов, свободного места там уже и ей давно не находится. И он не любитель больших компаний, но и хозяйке ему так будет спокойнее. Так хоть какой-то присмотр и пускай хоть и мнимая, но защита. А за победителем Джеком придётся следить теперь более пристально. Такие сбои психики не могут не тревожить. Хотя, наверное, стоило понимать, что постоянный стресс, бытовые неудобства рано или поздно дадут о себе знать. Уже по себе это замечает волонтёр. А иногда просто не понимает, как порой удержится в некоторых постоянно повторяющихся безвыходных жестких ситуациях. Что тут говорить о животных, которые не могут адекватно понимать, оценивать, воспринимать всё, что нас окружает.